Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я расскажу о том, как сделать веснушки. Веснушки это тренд 2020 года и на ютубе уже есть миллионы видео по этому поводу, но мои подписчики меня достаточно часто спрашивают, как я делаю веснушки для своих креативных макияжей. Поэтому я решила поделиться своим маленьким топом о том, как сделать искусственные веснушки. Погнали! Первый способ я придумала еще в 2019 году. Может быть, конечно, он был и до меня, но лично для себя я его придумала сама. Для этого способа нам понадобится невидимка, тени коричнево-рыжих оттенков и, возможно, спонжик, но это не обязательно. Берем наши тени, желательно, которые не жалко, и тычем в них нашей невидимкой. И теперь беспорядочно оставляем точки на нашем лице. Вообще, у меня есть свои веснушки, и в детстве я невероятно не любила их и хотела избавиться. Даже однажды терла свою кожу лимонным соком, потому что прочла где-то в интернете, что он должен помогать. Но сейчас я просто обожаю свои веснушки, потому что я считаю, что это очень красиво. После того, как мы поняли, что достаточно веснушек, берем палец, либо спонж, но я делаю это пальцем, и аккуратно растушевываем их. Если после растушевки вам показалось, что вам недостаточно веснушек, то можете в какие-то места точечно добавить их. Конечно, оттенок теней подбирайте под свою кожу, чтобы он был не слишком темный и не слишком светлый. Этот способ я чаще всего использую именно в образах, где нужно, чтобы акцент был вот здесь вот на носике, потому что как это выглядит на лбу, на подбородке, мне вообще не нравится. Может быть, они не выглядят какими-то слишком уж естественными, но для креативных образов мне как раз самое то. Второй способ подойдет для тех, кому жалко портить свои тени. Покупаем один или два карандаша подходящему вашему цвету кожи. Я взяла один посветлее, другой потемнее, и делаем все то же самое, что и делали до этого. Оставляем вот такие вот точечки на нашем лице в разброс. Карандаш лучше использовать либо для глаз, либо для губ, чтобы он был, знаете, такой кремовый. Если нужны точки потоньше, то просто натачиваем хорошо карандаш. Теперь беру светлый оттенок и делаю то же самое. Его будет менее видно, но он разбавит, что ли, будет выглядеть вроде поестественнее. Далее я снова беру свой палец и втушевываю в кожу, но можно делать это спонжем. Кому как удобней. Мне кажется, эти веснушки выглядят немного более естественно, чем прошлые. Но какие-то немного большеватые получились, потому что я не точила карандаш. В принципе, мне и так нравится, я бы и на улицу вышла спокойно. Третий способ. Это сейчас мой фаворит. Я стала делать так веснушки почти постоянно, и вы по-любому знаете об этом способе. Для этого способа нам понадобится спрей для корней. Вообще, кто-нибудь это использует для корней, потому что все сейчас делают им веснушки. Но почему-то не у каждого получается, хотя первый раз у меня тоже не получилось, потому что я не смотрела туториал, я просто пшикала, и у меня было все лицо коричневым. Цвет спрея, конечно же, подбирайте под свой цвет кожи. В моем случае это каштановый, и им у меня получились недавно просто невероятно красивые веснушки. Я даже не хотела их стирать. Перед нанесением его на лицо наденьте какую-то ненужную одежду, или снимите ее вообще, или чем-нибудь вы так вот прикройтесь. Если не хотите запачкать, конечно, шею и одежду. Берем и отодвигаем наш спрей от лица примерно на сантиметров 30, можно даже чуть дальше, иногда приближать. Закрываем глаза, и аккуратненько совсем нажимаем на наш дозатор. Прям вот... И вот так вот рукой распределяем. Не пшикайте сильно, лучше потратить чуть больше времени, но сделать все равномерно и красиво, чем потом удалять пятна. Мне страшно всегда, когда пшикает. Далее я просто беру спонж и подчищаю там, где мне не нужно, чтобы были эти пятнышки. Он очень легко стирается, не оставляет следов. Им можно сделать как много веснушек, так и мало. И именно по всему лицу. Для меня это пока что самый лучший и удобный способ делать веснушки. Мне кажется, что это выглядит достаточно естественно. А если сверху вы побрызгаете свое лицо еще и фиксатором, то веснушки точно продержатся целый день. Четвертый способ самый грязный из всех, но он заменит вам способ со спреем. Нам снова понадобятся наши ненужные коричневые тени, и какая-нибудь кисть, щеточка, либо просто щеточка, чтобы ворс на ней был твердый. Брызгаем на наши тени водой. И вот так вводим кистью по нашим теням. Обязательно защищаем то, что не хотим испачкать, потому что это очень грязный способ. И на расстоянии, я не знаю каком, просто пробуйте, распыляем наши тени по лицу. Этим способом получаются более маленькие веснушки. И также потом аккуратно чем-нибудь подтираем, где тени оказались лишними. Но нужно быть очень аккуратным, чтобы их не размазать, а именно вбить. С этим способом можно совмещать первые два способа, потому что они идеально дополнят друг друга. Если этим способом наловчиться, то можно делать нереально прикольные веснушки, не хуже, чем спреем. И последний, пятый способ. Сделает вам долговременные веснушки. Примерно где-то на неделю, полторы, две, не знаю. Для этого способа нам понадобится хна. Вы, скорее всего, знаете уже об этом способе. Может быть, даже кто-то пробовал. А я вот буду, кстати, впервые. Я не знаю, что получится у меня, но на видео, которое смотрела я, получалось супер круто. Посмотрим. Я взяла эту хну в фикс прайсе. Правда, она рыжеватая, потому что коричневого не было. Но я думаю, это ничего страшного. Сначала сделаю маленькие точки по всему лицу. На самом деле, лучше взять коричневый цвет, а не как я, рыжий. Потому что какой-то сильно светлый. Теперь я сделаю дырочку чуть-чуть побольше. Давайте попробуем. Я себе еще татуировку нарисовала. Ужасную какую-то. Итак, жду пять минут и возвращаюсь к вам. Я подержала минуты три, ребят, наверное. И мне достаточно было. Хочу сказать, что оранжевый цвет не очень подходит для веснушек. Потому что я думала, что будет не насыщенный оранжевый. А он насыщенный. И поэтому выглядит это странно. Но сам способ рабочий вполне. Главное, подбирайте коричневого цвета. Ну, потому что оранжевый. Ну, это просто капец. Меня как будто обкакали мошки. Ну что, ребят, мое видео подходит к концу. Надеюсь, оно было для вас полезным. Буду признательна вам, если вы поставите лайк на это видео. И напишите что-нибудь в комментариях, чтобы помочь мне продвинуть это видео. Спасибо всем большое за просмотр. Я вас люблю, целую и обнимаю. Пока-пока.